Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space, и в последней серии мы дрались со страшным-страшным бабайкой, которого на нас натравил Безумный Доктор, который, как оказалось, здесь имеется в наличии, но тем не менее мы все это порешали, и сейчас нам нужно двигаться дальше. В последних сериях я заметил, что стало все довольно плохо с патронами, и сейчас у нас не так много разнообразных приколюх, поэтому нужно экономить и поменьше косить, при том, что кашу я постоянно, это меня удручает. Отсех гидропоники, доктор Элизабет Кросс, запись. Я рада сознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здоровая и прекрасно растет, у нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде, так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Элизабет Кросс, помним мы ее. Экхард ее бросил умирать. И потом прибежал сюда, и, как вы помните, вся наша компания отправилась отсюда, в отсек челноков. А мы же тем временем прибываем сюда. Прошло несколько часов с тех событий. Здесь ничего особо не изменилось. Все хотят пенг. Я, знаете ли, пенг не хочу. Давайте аккуратненько. Так, что у нас по патронам вообще? Для резака дофига патронов. Давайте пользоваться им. Я их же накупил в предыдущей серии. Унитаз! Туалет! Это просто супер! Обожаю туалеты! Много-много мертвых людей. Ой! Да откуда вы лезете в таком... Да слезьте с меня! Да слезьте! Откуда вы лезете в таких масштабах? Ну вот. Оно того не стоило, наверное. Здесь что вообще творилось? Такое ощущение, что народ просто... Они же, видите, они не превратились в некроморфов. Они... Такое ощущение, что перестреляли друг друга, чтобы... Потому что у него мозги по стенам. Что бы не стать одними из них. Так. Женское отделение, что нам несет? Да, народ тупо сносил себе головы. Вот из таких, как я понял... Вылазит. Куча всего хорошего. Как хорошо, Айзек, что у тебя есть скафандр. И ты не слышишь этого запаха. Ну ладно. Пора привыкнуть. Верно? Хватит шептать уже. Ух, ладно. В последней серии я говорил, что после шороха эта игра воспринимается гораздо проще. Не так, это не так. Когда садишься за игру именно с настроем, что вот, блин, тебе интересно и тебе хорошо, она принимает. Хотя, конечно, и ты можешь дать тут отпор. И это все-таки не так страшно, как когда ты ходишь по какому-то дому. И увидишь исключительно плохое. Так, отсек гидропоники. Схема батареи рязака. Но нам это не нужно. Включен режим полива. Спасибо, блин, большое. За лишний кирпич. Так, отлично. Достаточно много патронов для моей винтовочки. 125. Ну, как минимум, одна обойма и еще одна неполная. Хэммонд. Успокойся. Хорошо, что ты цел. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видел. Оно огромное. Я саперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них. Раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Дела. Так, дружок, тебе, я не знаю, ингалятор, что ли, дать хотя бы? У меня же есть запас кислорода. Жаль, Айзек не может его передать. А то что-то ты совсем плохой. Тыквы. Вообще, это, насколько я понимаю, это полезно. Это мало того, что у вас всегда свежие овощи, фрукты, так еще и кислород вырабатывает растения. Хотя я не знаю, как на таких кораблях все устроено. Возможно, достаточно один здоровенный баллон с газом запулить. Но тогда можно потерять его в один момент. Это дверь на продовольственный склад, но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулу, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на левиафане. На левиафане? Так, там что-то шевелится, что ли? А, вон он вообще. Вот тут у нас и левиафан, да, я насколько понял. Так, костюма четвертого уровня пока, к сожалению, нет. Но меня и третий неплохо выручает. Он достаточно такой прочный. И сюда нам нужно будет противоядие принести, да? Так, ладно, хорошо. Давайте сохранимся. Почему бы и нет? Кстати говоря, в английской версии первая буква в названии каждой головы в итоге складывается все это вместе в одну единственную фразу, которая, на мой взгляд, достаточно интересная. В русской это, к сожалению, потерялось. Но да не суть. Тут к локализаторам претензий нет. Это было невозможно сделать просто. Да, третьего уровня мой. 5800. Простите, это была моя кошка. Многие говорят, что она... Давно ее не слышно. Ее не слышно, потому что... Жара была, жара. Сейчас как-то полегчало. И она опять начинает беситься. Скотобаза. Так, ладно, давайте силовый блок возьмем. Ой, нет, какой силовый блок? Что я несу? Так, в итоге у нас есть дорога налево, есть дорога направо. С каждой стороны у нас... Ядовитые куколки. Пойдемте, пойдемте попробуем. Где-то здесь умерла Элизабет Кросс. Экхард ее бросил умирать. Да и вообще оказался достаточно таким поганым человеком. Наверное, мне нужно радоваться, что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске. Да ты вообще что-то в последнее время мутишь по страшному? Я тебе по большей части не доверяю. Супер. Это что, я так понимаю, какие-то удобрения, что ли? А какой смысл в том, чтобы удобрять коридор? Да. Моя логика тут меня подводит. Тут ничего не спрятано, скажем, за этим ящиком. Ну, довольно-таки пустое помещение. А, вот смотри. Не зря. Мерстак. Это тоже достаточно неплохо. Так, оставить один силовой узел или оба потратить на прокачку икса. Или может винтовку прокачать. Но ущерб. Давайте действительно вот так поступим. Тратить, не тратить, а вдруг там будет. Давайте оставим, не убежит. Так, прям сюда сейчас, да? А, нет. Ага. Закрыто. Ладно. Патронов для резака просто кучу дают. Давайте им пользоваться. В такие моменты меня начинает печалить, то, что я его не качал особо. Ну, в принципе, и так достаточно мощный. Давай, до свидания. Хорошо. Ощущение, что он еще живой. Ладно. Так мне будет спокойнее. Еще патроны для плазменного резака. Офигеть просто. О, ребят. Я помню, по-моему, это место тут. А, нет, я его помню из экстрекшена. Тут просто на нас зерграж был. Ну и здесь, я думаю, будет не лучше. Прям роща. Давайте аккуратненько как-нибудь. Хорошо. Так, там что лежит? Энергия. Не достаю. Ой, ты боже. Ох, расслабился. О-о-о, ребята. Свалите от меня. Валим, валим. Что-то я расслабился совершенно в этой тишине. Э-э-э, вот давай. Еще идет. О-о-о. Вот это, посмотри. Так, все, в угол. Вон идет еще. Тихо. Там еще кто-то шел? Он ушел направо. И сейчас, возможно, выйдет отсюда. Давайте-ка аккуратно. Деньги. О, блин, что-то я... Натурально расслабился. Вот, хорошо. Тихо. Тихо. Ладно. Это, по-моему, этот. Как его? Который из разлетающихся на разные части монстриков. Здоровенный такой. По-моему, он такие звуки издает, и он, по-моему, там, за стеной. Надо быть осторожнее. Натурально джунгли. Вот, хорошо. Наконец-то мне дали давать то, что мне нужно. Ну, блин, у меня вот такое вот правило. А нет, это, по-моему, эти как раз личинки. Если я живот втягиваю в некоторые моменты и боюсь, что сейчас что-то страшное произойдет, значит... Значит, из игры неплохой хоррор. Это было просто. Так, у меня одна средняя аптечка осталась, нужно быть осторожным. Да куда мне эти плазменные резлаки, я их что, солить буду, что ли? О-о-о, братюня! Это один. Подружек не привел. Группу поддержки. Опять ты посмотри, бля. Так, ладно, я что-то мотаюсь, как, извиняюсь, в проруби. Надо как-то уже по вайпоинтам ходить, что ли. Ну, давайте сюда зайдем. О, тут у нас еще один, похоже. Только я его почему-то не вижу, но слышу. Где-то, где-то он тут. А, вот и ты. Да шо ж ты... О-о-о. Слышу, слышу. Теперь они слива. Вон там. Идут. Дохнет, дохнет, дохнет. Еще идет. Нет, не идет. Вот эти самые опасные. Плазменная энергия. Да что ж такое. Так, на улице нас ждет, короче говоря, встречающая делегация. Торжественно, с хлебом, с солью. Сейчас придется пострелять. Как минимум, один ребенок и несколько некроморфов. Ой, 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 не надо вот это. Ух, как я вас боюсь. Скотик. И затихло. Она одна, что ли, тут была? Ух, так. Двое готовы, осталось шесть. Мне советуют подниматься наверх. Но что-то такое я помню. Где-то в одной из этих снизу, по-моему, есть еще один. Давайте мы не будем спешить, пожалуй. Обойдем, осмотримся. Тут на первом этаже, насколько я понимаю, все уже, да? Да, похоже на то. О, ты посмотри. Приколюха. Замена питающей тестермы. Так, все, понял систему. Замена питающей тестермы. Спасибо. Так, все, едем на уровень 2. Внимание! У отсеки переработки воздуха замечен такси. Ремонтная бригада извещена. Кэп, как известно, не дремлет. Теперь у него, похоже, появилась жена. Которая говорит очевидные вещи. Так. Налево пойдешь. Направо пойдешь. Но раз говорят сюда, значит сюда пойдем. Возможно, там у нас будет полупроводник. Какой-нибудь рубиновый. Не уверен. Так, нас зовут сюда. А тут у нас отсек заморозки. Подожди. О-о-о-о! Не, ребят. Спасибо. Я, пожалуй, обойдусь без ваших услуг. Мне тем более туда все равно не нужно сейчас. Ну-ну-ну его нафиг. Я смотрю, что лежит. Так, они не смогут за мной прийти. Но тут-то не смогут. А вот если где-то будет комната с вентиляцией, то они могут прийти ко мне через вентиляцию. Чувствую, чувствую. Где-то рядом ты. Ой-ой-ой. Сделай нас единым. Нет, спасибо. Так, у меня воздух кончается. Но пока что полно. Я думаю, я успею. Где ты там? Мразишь. А вот и ты. Ой-ой-ой. 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 Господи, дожди меня. Ай. Ой. А-а-а. Промазал. Откуда они взялись вообще? Ох, блин, ненавижу этих тварей. Надо взять за правило. Видишь людей мертвых, расчленяй. Хотя бы ноги отрубать. Как меня неплохо порвали, да? Так, ну ладно. Теперь мне, видимо, туда нужно идти, куда я не хотел. К этим крикливым, визгливым существа. У которых гангрена на руке взрыва опасная. И при этом, как там стадистов исполнять? Явно не так. Ой, короче, извинитарь быстрее будет. Опять все забыл. Патронов что-то вообще беда. Ну, то есть, не беда, конечно, 200 патронов. Но дает к этому долбанному резаку. Зачем мне к нему, если я им не пользуюсь практически? Я им пользуюсь, только если что-то отделить нужно. Допустим, толстячку ноги. А так, в основном, штурмовая винтовка меня выручает. Плохо. Давайте сохранимся. Есть вероятность того, что меня сейчас заколупают такими темпами. Такая волна проходит. Прямо сразу вспоминается фильм. Горизонт событий. Смотрел кто-нибудь? Нет? Советую. В духе Dead Space. Еще лет. Да-да-да, я тоже рада свидетельствую. Ты посмотри. Ой, до свидания. Ну, с такого-то расстояния не страшно. А вот если бы они высунулись в комнате 2 на 3 рядом со мной, это было бы уже достаточно весело. Тихо-тихо, что за звуки? Плазма, плазма. Кругом плазма. Наука означает, короче говоря, наука награждается. Занятие наукой. Как к отсеку заморозки. Подождите, а не были ли мы в отсеке заморозки в предыдущей серии? У-у-у-у, невесомость. А круто, да? Здесь весомость, гравитация. А там в двух метрах невесомость. Все-таки разработчики этой игры очень талантливые люди. С очень большой фантазией. Хорошо развитой. Сейчас, конечно, у них там разброд в конторе. Половина народа ушла. Какие-то левые люди пришли. Которые в итоге сделали с третьей части кооп-ориентированную игру. Опять плазма. Но в целом, даже в таком виде, третья часть меня очень и очень интересует. Потому что пока что по демонстрациям она меня не разочаровывала. Так, он оттуда прилетел. Мне нужно... Здравствуйте! Я очень рад. Ой, ой. Давай быстрее, если ты летишь полгода. Зона невесомость. Так, у вас двое было. Плотно. Какая пакость летает рядом со мной. Так, отсюда я пришел. Куда я пошел? А, вон туда. Кто там смеется? Не нужно этого детского смеха, пожалуйста. Музыка чем-то таким Диос-Иксовским отдала. Я не знаю. Так, он туда мне нужно, похоже. Плотно. Есть что? О, она прям ко мне летит в руки. С доставкой на дом. Так, мы вверх ногами стоим, да? Зона гравитации. Хорошо. Отсек фильтрации и воздуха. Погнали. Осторожно, сверхвысокие температуры. Я в скафандре не боюсь. Ну, возможно, насчет скафандра я погорячился. Здесь, по-моему, он не поможет. Внимание! Система фильтрации воздуха активна. Проникновение фильтрационной трубы чрезвычайно опасно. Офигеть! Ай! Алло! Охрана! Слава богу! Это доктор Кросс от всей гидропоники. Я ищу второго инженера Джейкова Темпла. Нет, на инженерной параде не знают, где он. Я в курсе, что на корабле общая тревога, потому и ищу его. Нет, у нас пока порядок, но транспортная система не работает, и мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло! Эй! Понятно. Так, я думаю, это будет... Как там говорят... One hell of the run. Та еще пробежечка. Ой, блин, кнопки путаю вечно. Ты посмотри, какой напор. Так, блин. Офигеть. Вот за такие моменты, именно за такую основательность подхода... Давай, ну! Я и люблю эту игру. Да, с моей меткостью сейчас будет очень круто попадать. Так, ну все, кажется, теперь я смогу пройти, нет? Давайте уби... Нет, не будем убеждаться, будет слишком долго. Ой! Ты с дуба рухнул, что ли, братюнь? Нашел, куда выбежать. Ой, я не хочу этого делать. Да пофигу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, я знаю, что он тут. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Вы же не думаете, что я пойду за этой плазмой, верно? Сколько я их уже убил? Три-четыре. Три, по-моему. Понятно. Как тут громко, а? Это какой-то кошмар. Хорошо. Узел. Отлично. Плазма. Опять плазма. Да что ж такое-то? Новые технологии? Окей. Меня больше на те журналы устраивают. Сиски. Ну все, выходим из этого грохота. Ладно, вроде все хорошо. Опять эта песня. Только громко так что-то. Внимание. На продуктовом складе обнаружена масса в 10 килотонн. 10 килотонн. Это офигеть. Блин, мы приедем, мы приедем уже, нет? Здравствуйте. Я так и думал, что так просто все быть не может. Ага. Пока я не вышел на локацию, они меня не видят вообще. Не понимают, где я. Это нужно использовать. Что такое, да? Что такое? Да, блядь. Минус одна большая бабайка. За дверями у нас там либо ребенок, либо что-то похуже, я не пойму. По-моему, там некроморф обычный. Нет, дети. Ну, дети-то ладно. Да, не шевелись, ты. Дети-то ладно. Опять плазма. Это уже издевательство просто какое-то. Так, здесь все, а третий этаж у нас еще был. Подождите, ребята. Так не бывает. Нет, подожди. Я есть на первом. Что-то чувствую я, что на третьем мы сейчас найдем себе что-то очень хорошее. Типа, скажем, BFG 9000. Ох, как долго ты едешь. Второй. Давай, до свидания. Десять килотонн. Это офигеть. Там, наверное, полкоманды... Полкоманды корабля слиплись в одну здоровенную субстанцию. Потому что десять килотонн это настолько дофига, что словами не описать. Отлично. Хорошо. Так, все, теперь можно ехать обратно. Десять килотонн. У меня просто в голове не укладывается. Просто представьте, вот, где-то недавно я видел как раз про аварию поезда. А поезд, у него длина была чуть ли не под километр. Ну, то есть состав огромный такой. И общая масса его была 200 тысяч тонн. А здесь десять килотонн. Борщанули разработчики, да. Она тут, наверное, должна весь корабль облепить шариком. И то такой массы, наверное, не будет. Хотя, может, она просто из чего-то очень тяжелого. Ладно, что я несу вообще, верно? Вот, твою... Твою мать. Пора валить отсюда, по-моему. Тут нам не рады, очевидно. Так, первый пошел. Второй пошел. Четвертый, пятый. Все, можно идти. Брызни, что ли, нет? Ждем. Ладно, хорошо. Так, тут у нас без изменений. Да, судя по всему, тут все тихо. Так, ну и что, давайте мы, наверное, на этом прекратим эту серию. Следующий... Следующий будем продвигаться вон в ту сторону. Там у нас осталось еще сколько этих личинок? Пуколок? Четыре штуки? Четыре это нормально. Я думаю, как раз на следующую серию хватит. Могу сказать, что в этой серии было практически не страшно. Но зато очень интересно. Вообще игра меня очень заставляет, после такого долгого перерыва, после тех лет, что я в ней не играл, я просто понимаю, что она и по современным меркам как минимум выглядит и играется. Ну, вообще не устарело нисколько. И одна из лучших вообще представителей жанра этого, несмотря на то, что сейчас в нем мало чего выходит. Даже если бы что-то и выходило в больших количествах на эту тему, Dead Space, я думаю, не затерялся бы. Но как бы там ни было, увидим все это развитие событий в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok